Чувашия встречает гостей. В республике открылся международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». В нем принял участие президент России Владимир Путин. Накануне он прилетел в столицу республики. В аэропорту его встречали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Чувашии Михаил Игнатьев и другие официальные лица. К Чебоксарам и Новочебоксарску приковано сегодня внимание всей страны. Всех тех, для кого спорт, физкультура, здоровый образ жизни – не просто слова, а норма поведения – главный жизненный принцип. Чебоксарский аэропорт работал в усиленном режиме. Один за другим здесь приземлялись самолеты. Первыми, как всегда, прилетели наши коллеги – журналисты, ведущих российских средств массовой информации. Многие из них в столице республики не первый раз. Я с удовольствием сюда приезжаю. Мне кажется, это такая легкоатлетическая мека. Мне кажется, здесь обязательно должно что-то такое проходить спортивное, легкоатлетическое обязательно. Я вот посмотрела в программу пребывания, увидела, что будет заход ходоков и очень этому обрадовалась. Думаю, буду снимать точно и, может быть, сама даже пройду. На открытие форума в Чувашию прилетели министр спорта России Виталий Мутко и его заместитель Наталья Паршикова. Прежде всего, город Чебоксара не зря избран для проведения форума. У нас Чувашская республика является одним из лучших субъектов Российской Федерации по организации физкультурно-массовой работы по месту жительства и среди населения. Именно это стало основным фактом и обстоятельством по выбору города для проведения очередного международного форума России спортивной державы. Поэтому, конечно, все, что сегодня делают Чебоксары и Чуваши, будет интересно всем субъектам Российской Федерации. Мы уверены, что форум пройдет высоко, хорошо. У нас зарегистрировалось около 3000 участников форума. Это наибольшее количество участников по сравнению с предыдущими форумами. Поэтому я хочу пожелать успехов всем участникам, которые сегодня приехали в Чувашию. И Чувашия, я уверена, с большей щедростью, гостеприимством примет всех участников со всех субъектов Российской Федерации. В числе гостей форума председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Заслуженный тренер России, президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Виннер и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Прежде чем был дан старт Международному форуму России «Спортивная держава», на Красной площади столицы прошла утренняя зарядка с самым известным спортивным комментатором России Дмитрием Губерниевым. Такого Чувашия еще не видела. В прошлом году мы уже устанавливали рекорд России и Европы, организовав самую массовую зарядку. Однако сегодня на Красной площади собралось еще больше народу – целых 30 тысяч человек. Причем зарядка была не только массовой, но и хорошо организованной и зрелищной. Молодцы! Хорошо! Вверх! 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 Уже стала традицией, что зарядку в Чубаксарах проводит региональная федерация фитнес-аэробики под руководством Оксаны Вербиной. Сегодня к ее команде присоединились все спортсмены, приехавшие на форум. А это заслуженные тренеры и мастера спорта России и СССР. По традиции открыл зарядку глава нашей республики Михаил Игнатьев. Уважаемые чубаксарцы, дорогие наши гости, я рад всех вас приветствовать. Приветствовать прежде всего приверженцев физической культуры и спорта. Я от всей души благодарен вам за то, что на самом деле вы проводите вот эту эффективную, результативную работу и являетесь участником государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Зарядка прошла как нельзя лучше. Различный возраст участников на качестве никак не сказался. Все было синхронно и отточено. Иначе и быть не могло. Ведь наша республика – один из самых спортивных регионов России. В рамках международного форума впервые был дан старт Всемирному дню ходьбы. В его открытии участвовала без преувеличения вся страна. Состоялись телевизионные мосты с городами Сочи, Красноярск, Белгород и Ульяновск. Праздничное настроение передавалось как по эстафете – от города к городу. Мы находимся напротив Олимпийского парка, где еще совсем недавно кипели и бурлили олимпийские страсти. Спортсмены получали олимпийские медали зимних олимпийских игр. Ну и совсем скоро здесь пройдет Формула-1. Мы гордимся этим и сегодня мы принимаем участие в Международном дне ходьбы. Ура, друзья! На главной сцене спортивного праздника вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович, заместитель председателю Госдумы Федерального собрания России Александр Жуков и другие официальные лица. Добрый день, наши друзья, которые сегодня вышли на старт во всей нашей многонациональной стране. Мы впервые присоединяемся к большому движению. Мы начинаем большой поход и вводим в нашей стране день, единый день ходьбы. Сегодня для нас большая честь, что спорт для всех сегодня здесь, в Чебоксарах. Что десятки тысяч горожан вышли сегодня на эту центральную площадь, чтобы своим примером показать, что физкультурой, спортом может заниматься каждый. И ваш пример будет примером для всего мира. Знаете, после Олимпийских игр в Сочи, огромное количество людей в России начало заниматься спортом. Замечательно, что столько молодежи пришло в спорт и хочет тоже стать олимпийскими чемпионами. А спортивная карьера начинается с малого, занятием спортом каждый день. Бесчисленные фотосессии с гостями и участниками форума, спортивная ходьба вокруг залива, к которым приняли участие все желающие, театрализованные представления, парад чемпионов. На Красной площади прошел поистине народный праздник спорта. Страница деловой части форума была открыта уже с утра. Недавно реконструированный дворец «Сокол» Ново-Чебоксарский в эти дни выдерживает настоящий экзамен. Теперь это многофункциональный комплекс. Чтобы превратить арену в дискуссионную площадку, здесь растопили лед, постелили новые ковролины и установили трибуны. В современный дворец почетные гости оцениваются знанием дела. Именитые спортсмены, которые тоже участвуют в форуме, в Чувашию приезжают не в первый раз. И им хорошо известно, что в республике за последние годы было возведено большое количество новых объектов. Это, в общем-то, и доказательство того, что республика думает о своих, особенно молодых жителях, которым спорт очень необходим, которые приведут детей своих. И тот форум, который здесь пройдет, пятый международный, еще раз доказывает, насколько важно и для республики, и для страны развитие спорта. Очень важно, чтобы действительно Чувашская республика делала все, чтобы были свои спортсмены во многих видах спорта, и чтобы были в олимпийской сборной представлены. Но я думаю, что сделано очень много для того, чтобы это было. И самое главное просто двигаться потихоньку вперед. Все, что зависит вот от нас и от законодательной ветви власти, от исполнительной ветви власти, все делается. Главное, чтобы действительно это доходило и до самых маленьких деток. Потому что если наши дети занимаются, то действительно и будущее у нас спортивное и здоровое. И в стране количество приверженцев здорового образа жизни увеличивается в геометрической прогрессии. Иначе и быть не может, отмечают федеральные министры. Ведь молодым подают пример чемпионы. Их победы – лучшее доказательство, что спорт – это модно. Первый заместитель председателя правительства Александр Жуков говорит, что известные спортсмены должны почаще встречаться с подростками и привлекать их в спортивные секции. Таких уроков мы проводим десятки тысяч по всей стране. Вот сейчас герои Сочи, наши выдающиеся спортсмены, каждый пришел в свою школу, где он учился. Рассказал об олимпийской истории. Рассказал о своем выступлении на Олимпиаде. И эффект просто от этого колоссальный. Вот мы также начали новый проект, который называется «Олимпийский патруль». Спорт доступен каждому. Это одна из тем пленарного заседания. Многие регионы теперь с легкой руки Чувашской республики устраивают массовые зарядки. Количество их участников возрастает с каждым разом. Легкая атлетика, спортивная ходьба – эти дисциплины не требуют больших затрат и заниматься ими может каждый. Все зависит только от человека. Спорт и физкультура – это неотъемлемая часть мировосприятия вообще россиян. Но я надеюсь, кроме мировосприятия, они еще это приложат к своим телам, чтобы стать уверенными в своих кондициях, уверенными в своих навыках. И начинать нужно с себя. Не пенять на состояние спортивных комплексов или доктрину государства. Начинай с себя, потому что здоровье достается каждому из нас. Состояние спортивной отрасли улучшается с каждым годом. Вообще, за последние пять лет в стране было введено в строй более 30 тысяч современных комплексов и стадионов. Материальная база улучшается, но важно то, как регионы привлекают инвестиции. Лучший опыт может быть полезен, и его необходимо тиражировать. Спортивные сооружения строятся и за счет средств федерального бюджета, за счет средств регионального бюджета, за счет частного государственного партнерства. Здесь есть у каждого опыт, возможности, и на форуме рассказать о своем опыте. Могу сказать, что в каждом регионе этот подход очень разный. Но в целом могу отметить и такие программы, как «Газпром детям», «Еврахима» программы, которые очень серьезно инвестируют в инфраструктуру. Есть опыт привлечения частных, пенсионных денег. Каждый год миллионы людей дополнительно получают возможность заниматься физкультурой и спортом. Это происходит во всех регионах страны. Кто-то делает это быстрее, эффективнее, кто-то еще пока недостаточно быстро. Все зависит в том числе и от финансовых возможностей, но не только, но и от качества управления. У нас очень жесткие ориентиры. Мы действуем в рамках государственной программы, в которой заданы все целевые показатели, выраженные в цифрах. Мы должны их выполнить. Сегодня у нас программа рассчитана на период до 2020 года. Очень многое зависит и от понимания инвесторов. Реализовать стратегию полноценно и эффективно возможно только, когда власть и бизнес находят общий язык. Но больше всего спортивная отрасль выигрывает от проведения на территории страны престижных чемпионатов. А в ближайшие годы России предстоит принять более 20 международных соревнований. Когда мы претендовали на Олимпиаду в Сочи, вот тогда и изменилось отношение. А это было уже без малого. Все-таки 8 лет назад. Поэтому я думаю, что просто главное, что мы выбрали этот курс. Владимир Владимирович его поддержал тогда. И действительно стал, наверное, более серьезно, чем кто-либо до этого, уделять внимание спорту. Вот изменения. И мы их видим сейчас в количестве объектов, и в количестве занимающихся, и в интересе людей к спорту. И вообще в обсуждении этих вопросов. Потому что, знаете, в 90-е годы арены пустовали, а тренеры уезжали тренировать. Президент России Владимир Путин приехал уже под занавес пленарного заседания. Выступая перед участниками форума, он отметил, что спорт – это та сфера, где все сложные вопросы решаются сообща. Это лучший пример международного взаимодействия. Спорт в целом одна из очень немногих, к сожалению, сторон человеческой деятельности, где установлены единые принципы, и они выполняются. А имеющиеся международные институты объективно решают сложные, порой конфликтные вопросы. Вклад спорта в поддержание устойчивого диалога между людьми невозможно переоценить. Настоящий спорт не имеет границ и национальности. Он вне политики и направлен исключительно на созидание и объединение. Владимир Путин пожелал участникам международного форума «Россия – спортивная держава» плодотворного диалога. Их предложения должны внести вклад в массовый спорт и спорт высших достижений. Владимир Путин Владимир Путин успел заехать и к воспитанникам детской юношеской школы Олимпийского резерва. Здесь разные виды спорта осваивают почти 2500 ребят. Обучение бесплатное. Президент страны поговорил с юными спортсменами. С теми, кто участвовал в юношеских олимпийских играх в Нанкине в Китае. Я хочу поблагодарить от всей команды за то, что вы уделяете внимание развитию спорта в России. И мы будем так же продолжать защищать Родину в будущем. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Мы поздравляем вас на наш день. Спасибо. Задачи, которые должны найти отражение в новой федеральной целевой программе развития физической культуры и спорта на ближайшие пять лет, обсудили на заседании Совета при президенте России. За предыдущие годы сделано немало, заметил Владимир Путин. В частности, для развития массового спорта и подготовки Олимпийского резерва. Однако добиться устойчивых результатов в этих направлениях возможно только при наличии развитой системы спортивных мероприятий и материально-технической базы, отвечающей современным требованиям. Количество людей, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, к 2020 году у нас должно значительно вырасти и составить не менее 40% населения Российской Федерации. Сегодня этот показатель гораздо ниже, только 27,5%. Концепция программы уже утверждена правительством в начале этого года. Определены и её финансовые параметры. Так, для справки могу сказать, что предварительно на ФЦППО до 2020 года запланировано бюджетное ассигнование в размере 73,9 миллиарда рублей в ценах соответствующих лет, соответствующего периода. Предлагаю сегодня рассмотреть ход работы над этим документом. В том числе уточнить, что планируется в части создания малобюджетных объектов спорта шаговой доступности. Сегодня разница между регионами по обеспеченности спортивной инфраструктурой доходит до семи раз. И этот разрыв нужно сокращать, отметил Владимир Путин. Кроме того, необходимо составить реестр всех имеющихся спортивных объектов для более эффективного использования. По словам министра спорта Виталия Мутко, сейчас их пропускная способность 7 миллионов человек. Эту цифру можно увеличить вдвое. Руководитель Минобразования Дмитрий Ливанов напомнил о необходимости продолжить ремонт и строительство школьных спортзалов и стадионов, а также о разработке авторских программ преподавания физкультуры. Сегодня отрасль охватывается выше 270 миллионов человек, которым еще только предстоит вырасти сильными и здоровыми. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин застрял внимание на проблеме инвалидного спорта. Большинство имеющихся объектов, к сожалению, не предназначено для тренировок лиц с ограниченными возможностями. Руководители субъектов, члены совета делились собственным опытом. Чувашия, в частности, относится к числу регионов с высокой степенью обеспеченности спортивными объектами. Помимо фоков, которые у нас в каждом муниципалитете, возможность заниматься спортом дают и другие сооружения. За последние три года капитально отремонтировали 62% дворов, но кроме ремонта мы там устанавливаем спортивное оборудование, производитель наш, как бы сказать, предприниматель, турники, брусья, а также современные удобные тренажеры. На свежем воздухе люди всех возрастов занимаются физкультурой, бабушки и дедушки, их дети и внуки, все получают мощный заряд бодрости и хорошего настроения. А так, цифры, если привести, систематически занимаются физикой культурой и спортом 36% населения республики. И этот показатель растет. Владимир Путин отметил и другой эффект, который принесло развитие массового спорта и физической культуры в республике. 20 лет в республике был демографический спад. 20 лет. И за последние три года подъем. Причем стабильный и устойчивый. Конечно, это результат целого комплекса, принимаемых нами мер. Это и медицина, строительство новых перинатальных центров, это финансовая поддержка в виде материнского капитала и в виде поддержки тех регионов за последние пару лет, которые столкнулись с демографическими трудностями в предыдущие годы, стимулирование рождения третьего ребенка. Но это не в последнюю очередь. И внимание к спорту и физической культуре. Все высказанные пожелания должны найти отражение в новой федеральной программе развития физкультуры и спорта. У руководителей спортивных федераций и глав регионов есть время подумать, чем можно и нужно ее дополнить. Сегодня ровно в полдень на стадионе «Спартак» в Чебоксарах стартовал грандиозный спортивный праздник, посвященный единому дню приема норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этом году по поручению Владимира Владимировича Путина мы возрождаем новый современный комплекс «Готов к труду» как основу физического воспитания, системы физического воспитания в Российской Федерации. В торжественном открытии праздника приняли участие и выдающиеся российские спортсмены. И вижу не только молодых, но и совсем молодых и постарше. То есть все возрастные категории, которые охватывает комплекс «ГТО», присутствуют и сегодня здесь, в Чувашии. Это очень радует и, наверное, даже окрыляет, потому что Россия действительно спортивная держава. Восстановление, или как скажем, мы вспомнили забытое старое. Но это то старое, что нужно вспоминать. И вот сегодня абсолютно все возрасты покорны этому замечательному комплексу. Проверить свои силы, быть больше уверенным в себе. «Очень хорошая поддержка, на мой взгляд. Ну и вот обеспечено то, что мы здесь видим, на этом муниципальном спортивном метре. И лед, и закрытый лед, и этот универсальный зал, где «ГТО», я так понимаю, проповедует. И стадион, в общем-то, в хорошем состоянии. Там по комплексной программе построен замечательный комплекс с бассейном. Поэтому и город красивый, то, что я успел видеть. Люди и город красивый. Надеюсь, что еще и спортивный. Около тысячи жителей Чувашии смогли проверить свои силы, пройти тесты по различным спортивным нормативам. Здорово все, организовано. Выполняем нормативы по своему-то возрасту. Что-то вроде как получилось, как у нас. По нашему-то возрасту 20, что ли, наверное, там. Выполняем 22. Почему? Не стареем, молодеем. Очень интересно. Очень такие прям ощущения. Много народа. Еще какая-то... В общем, вау. Каждый год хочу сдавать ГТО. Нормативы ГТО. Всех тех, кто выполнил нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ждет награда в виде серебряных и золотых значков. В рамках международной выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» состоялась презентация знаков отличия ГТО. Еще до просмотра презентации участники форума ознакомились с историей создания и развития физических нормативов, которые когда-то сдавала вся страна. Здесь был представлен даже спортивный инвентарь конца прошлого века. Пользуясь именно этим инвентарем, одеваясь именно в эту простую спортивную одежду, наши спортсмены держали самые верхние ступеньки пьедесталов почета на олимпийских соревнованиях, чемпионатах мира. Это был удивительный совершенно феномен. Экспозицию, посвященную историю ГТО, по достоинству оценивали и те, кто имеет к спорту непосредственное отношение. Мы были воспитаны на книжках. У нас одна из таких, имеющих хождение книга, называлась «И дружба и сильные богатыри». Там о борцах было очень много непридуманных, но таких с литературной редакцией историй очень замечательных, которые придавали нам особой труд. Романтики, я бы сказал, когда мы шли в зал. Нормы ГТО отменили в 1991 году и вернули только в этом. Несмотря на большой перерыв, новое поколение не растеряло физической формы. Об этом говорят первые результаты массовой сдачи нормативов. В этом году она будет осуществляться в тестовом режиме. Однако значимость события от этого не умаляется. Значки официально будут раздаваться со следующего года. Сейчас разрабатывается порядок их вручения. Он будет согласован с Министерством спорта Российской Федерации. Соответственно, всем представлен, презентован. И в том числе порядок выдачи этих значков также будет разработан в ближайшее время. И со следующего года те, кто действительно физически сегодня подготовлен, уже смогут рассчитывать на их получение. В следующем году будет дан старт сдачи норм ГТО. Знаки отличия будут разными. Бронзовыми, серебряными и золотыми. Все зависит от сложности. Это комплекс, который становится такой нормативной основой. Это некий тестирующий комплекс, который должен определить уровень физической активности по 11 нашим таким возрастным группам. Мы дали право сегодня каждому региону добавить 2-3 испытания, исходя из своих традиций, национальных особенностей, популярности того или иного вида спорта. Приятная новость для тех, кто дружит со спортом уже много лет. При наличии спортивного звания и разряда не ниже второго юношеского получить золотой знак можно, сдав нормативы, соответствующие серебряному знаку отличия. Виталий Мутко подчеркнул, что подобные знаки будут иметь поощрительный характер. Наличие награды может повлиять на прибавку к зарплате. Абитуриентам сдача норм может обернуться дополнительными баллами при выступлении. Несколько недель жители столицы Чувашии задавались вопросом, что же такое сооружают на площади республики. Отапливаемые павильоны, которые возвели в рекордно короткие сроки, стали одними из ключевых площадок международного форума «Россия – спортивная держава». Здесь расположились часть экспозиции выставки под названием «Современный спорт. Инновации и перспективы». Она традиционно сопровождает форум с 2009 года, года его основания. Экспозиции программы работы выставки очень насыщены. В этом году основной темой стало материально-техническое обеспечение занятий физкультурой и спортом и продвижения комплекса ГТО. Субъекты федерации тоже представили свое видение развития массового спорта и презентации будущих крупнейших российских и мировых спортивных событий. Так, Антамансийский автономный округ в 2015 году примет 18-й зимний сурдолимпийские игры. Они пройдут у нас впервые, хотя даже старше игр паралимпийских. Все сильнейшие спортсмены мира, среди словослушающих, все едутся в столицу игры для того, чтобы поучаствовать в этих играх. Мы уже приняли заявки спортсменов. Сегодня подтвердились порядка 350 человек из 25 стран мира. Международная спортивная организация ГЛУКИК, Международный спортивный комитет ГЛУКИК был создан в 1924 году. И с этого момента до сегодняшнего нам в России никак не удавалось взять на себя право проведения или по летним играм ГЛУКИК, или по зимним видам игр ГЛУКИК. И вот чудом нам удалось, все говорят, а способна ли Россия проводить. Сочи доказала, что провели на очень высоком уровне. Я уверен, не в Ханты Моисийске, наши игры, зимние игры проведут тоже на очень высоком уровне. Символ будущих сурдолимпийских игр – ладонь в виде птицы Тетерева. Это символ жестовой речи. Ну а имя символа универсиады, которую в 2019 году примет Красноярск, было взято из социальных сетей. Это лайка сибирская. Зовут ее Ю лайка. Ю как универсиада, Ю как университет и Ю как ты. И игра такая слов получается – Ю лайк, Ю лайка. Тебе нравится? Соглашение о проведении еще одного крупнейшего мирового спортивного мероприятия подписали прямо на выставке губернатор Краснодарского края Александр Ткачев и президент ассоциации «Конвенция Спорт-Аккорд» Мариус Визер. В 2015 году в Сочи пройдет Международная конвенция «Спорт-Аккорд-2015». Гости отметили с форума, они увезут не только соглашение. Я считаю, что, во-первых, уровень организации спортивного форума, который проходит здесь, в Чуваши, в Чебоксарах, он, как я уже сказал, достаточно высок. И хоть мы имеем хорошую практику проведения подобных мероприятий, не говоря уже олимпийских игр, но тем не менее для себя я тоже кое-что подчеркнул, и мы обязательно это тоже будем применять у себя. Мне, прежде всего, запомнились улыбки жителей вашей республики. Большое очень гостеприимство. Сегодня спорт остается крупнейшим мостиком для мира, дружбы и сотрудничества во всем мире. Я считаю, что Россия сегодня является крупнейшим спортивным инвестором и инвестором в спорт во всем мире. И эти инвестиции в спорт, безусловно, оказывают и окажут большое воздействие на людей, на их здоровье, на их образование и на окружающую среду. Александр Ткачев признался нормы ГТО, о которых в последнее время говорят в стране и, в частности, на форуме сдавать пока не пробовал. Зато Алена Аршинова уже знает, над чем еще нужно поработать. Во-первых, конечно, плавание на время, то есть это обязательно. Ну и бег. Я очень любила в школе, но, конечно, я одно время старалась не пропускать пробежки. Последнее время, конечно, я признаюсь, мной были пропущены, я наверстаю. Ну и, конечно, когда у нас такой спортивный президент и весь мир его знает и видел в ютубе ролики, как он работает в спортзале, я думаю, что с таким президентом и нация должна быть такая, не менее спортивная. Экспозиция будет работать до окончания форума, показывать себя, смотреть на других и обмениваться опытом участники будут до 11 октября. На Международном спортивном форуме случились и неожиданные превращения. Так, центральная часть столицы на время стала спортивным бульваром. На нем развернулись показательные выступления и мастер-классы 26 спортивных федераций республики с участием гостей форума. Впечатления, конечно, самые наилучшие. Мне каждый раз так удается попасть на такое мероприятие. Все понравилось, организация очень отличная. Такой праздник сделали. Я думаю, для молодежи, для начинающих, кто хочет заняться спортом, будет интересно узнать о новой технике. Автоспорт, пауэрлифтинг, парашютный спорт, тэквондо и многое другое. Всего не перечесть. Но оставить без внимания адаптивный спорт никак нельзя. На бульвар пришли показать свои силы и люди с ограниченными возможностями здоровья. В спорте я уже 19 лет. Занимался 16 лет вызовным видом до ампутации. После ампутации занялся я бадминтоном и велосипедом. Сейчас в двух видах нахожусь. Мне нужно от этого, как говорится, результаты в первую очередь. Но это образ жизни моя. Без этого я больше не понимаю, как существовать в этом мире без спорта. На этой площадке мы, горожанам, показываем, что есть спорт для таких особенных детей. Спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, со зрением, с интеллектом, с опорным двигательным аппаратом. Пожалуйста, приходите к нам. Сегодня на нашей площадке работает трехкратная паралимпийская чемпионка Елена Иванова. Но не только спортсмены радовались спортивному бульвару. Жители и гости столицы республики также получили море положительных эмоций. Кто-то пришел сюда с друзьями, кто-то всей семьей. И каждый смог найти и узнать для себя что-то новое и интересное. Вообще очень все замечательно, все так красиво, весело. То есть по спортивному, не знаю, почаще по таких праздникам, как бы, не только когда форум, да, может быть, какие-то хоть раз в год, да, там, я не знаю, все организовано, мне кажется, на очень высшем уровне. Все замечательно, весело. Ну, еще бы, если было бы, конечно, мне кажется, больше народу было бы, если это был выходной день. Вот пожелание, наверное, такое. Ну, не знаю, очень все понравилось, вообще супер. Только с собой спортивного инвентаря нет. Скорее всего, в столице республики родилась новая традиция. И теперь у приверженцев спортивного и здорового образа жизни в Чувашии появится еще одна спортивная площадка в самом центре Чебоксар.